Латвия возобновила репатриационные рейсы. Сегодня вечером в Риге приземлились два специально организованных самолета. В них вернулись на родину около 300 человек. В эти минуты в аэропорту находится наша съемочная группа. Мы выходим на прямую связь с Анастасией Дьяконовой. Настя, Добрый вечер. Как сейчас обстоят дела в аэропорту? Добрый вечер, Марина. Добрый вечер телезрителей. Не удивляетесь, пожалуй, самый популярный сегодня аксессуар здесь, в аэропорту и возле него, это вот такая маска для лица. Сегодня получили такие все, кто прилетел и вернулся на родину, и те, кто сегодня их встречает. По крайней мере, большинство решили не пренебрегать мерами безопасности. И, как видите, за моей спиной люди собираются прямо у входа в терминал. Внутрь попасть нельзя. Здесь прям заблокированы двери. Выйти можно, зайти нельзя. Люди стоят, ждут многие с цветами, воздушными шарами. И несколько десятков машин сегодня собралось. Это уже второй рейс. Было их два из Амстердама и Франкфурта. В общей сложности 282 латвийцы сегодня должны были прибыть сюда. Ну и, конечно же, по прибытию. Они не могли пользоваться общественным транспортом, поэтому были организованы специальные рейсы. Всех людей развезут домой. Здесь уже стоят автобусы. Людей распределяют по этим автобусам. Есть списки. Подходишь, называешь имя, фамилию. Тебе говорят, куда садиться. Причем развезут людей по домам не только в Риге, но и в регионах. Ну и в эти минуты внутри продолжаются проверки. Все прилетевшие могут сдать анализ на наличие COVID-19. И медики сегодня призывали сделать это каждого, потому что симптомы могут быть разными. У кого-то может просто болеть голова, у кого-то может быть повышенная температура. И пообщавшись с медиками, вам посоветуют, как поступить. Ну и до того, как прибыли сегодня два репатриационных рейса, два самолета, мы успели пообщаться с теми, кто сейчас работает внутри, с медиками. И вот, что они рассказали о своей работе. Команда состоит из четырех человек, которые будем измерять температуру. Конечно, будем предложать это делать. Это, как можно сказать, не в обязательном порядке, не в принудительном. То есть, и так же само, смотря по симптомам, будут ли такие, мы будем брать анализы, чтобы уже дальше отправить на лабораторию. Ну, мы сегодня прибыли сюда, в аэропорт, за несколько часов до того, как приземлились два самолета и наблюдали самые разные картины. Ну, во-первых, здесь территорию вокруг сейчас патрулирует полиция. Но самое интересное, это, конечно же, как встречают люди. Если кто-то приезжает целыми семьями, но многие из них сохраняют дистанцию. Мы наблюдали такую картину, когда родные приехали встречать, видимо, свою дочку. Привезли машину, к ней привязали шарик. И таким образом дочка нашла эту машину. И родные даже не подходили к ней, ну, приблизительно на несколько десятков метров, только помахали друг другу рукой. Были разные люди, были те, кто уезжал сегодня отсюда на такси. Но, напомню, пользоваться именно общественным транспортом запрещено. Также все, кто сегодня прибыл, должны будут заполнить специальную анкету, подписавшись и указав, что они знают, что в стране действует режим чрезвычайной ситуации. О том, что они должны 14 дней провести в изоляции. Это значит, что они не должны контактировать с людьми. Они могут выходить погулять, но совсем немного. И лучше, конечно же, оставаться на одном месте, оставаться дома. Ну, и надо сказать, что это очередные репатрационные рейсы спустя две недели после предыдущих. То есть, последние были в конце марта. И тогда очень много было разных вещей, которые можно было исправить. Об этом сегодня говорили ответственные службы. За всем происходящим здесь следят, как полицейские, так и медики. Сделали, провели работу над ошибками и обещали, что сегодня все будет самым лучшим образом. И я предлагаю послушать, что же сегодня говорили представители ответственных служб. В Министерстве иностранных дел, которое занимается координацией репатрационных рейсов, говорят, сейчас более 300 человек остро нуждаются в возвращении на родину. У нас есть несколько групп путешественников. Большая часть из них, около 180 человек, находятся в Европе. Остальные в Северной или Латинской Америке, Азии, Австралии и Африке. Это и студенты, которые уехали по программам обмена. Более 10 человек в Дании. 40 человек все еще пытаются найти возможность уехать из Индии. Те же, кто прибыли в Ригу, смогут бесплатно добраться до дома в любую точку Латвии. Для них организовали бесплатный транспорт, чтобы приехавшие не пользовались общественным. Для них это запрещено в течение 14 дней. Мы видим, что людей придется везти практически во все регионы. Курзема, Видзема и Земгала. Совместно с аэропортом мы следим за тем, чтобы прилетевшие пассажиры четко знали порядок, как им попасть к автобусу, чтобы не надо было ходить по аэропорту и искать. Сейчас мы видим слезы радости тех, кто прибыл, смог добраться до Латвии. Сегодня люди говорили о том, что очень ждут своих близких. И для многих это было трудностью добраться, вернуться в Ригу, вернуться на родину. Вместе с латвийцами, которых, напомню, сегодня прибыло более 280. Приехали сюда и представители, и граждане других стран, например, литовцы. И полицейские обещали, что они проследят за всем происходящим здесь. И граждан Литвы сегодня также довезут до границы. И там уже передадут, так сказать, родственникам. Ну и вечером сегодня ожидается еще один чартерный рейс из Стокгольма. Его как бы официально не считают репатриационным. Но на самом деле наши граждане вернутся, возможно, и оттуда с пересадками. И все это время есть какие-то варианты вернуться в Латвию. Ну и отмечу, что такие репатриационные рейсы, они будут еще впереди. Как минимум шесть раз из Амстердама и Франкфурта прилетят самолеты. Раз в неделю. Это 22-29 апреля, а также 6 мая. Но если вы сейчас находитесь за границей и вам нужна помощь, то необходимо обращаться в МИД Латвии, зарегистрироваться и сообщить о том, где вы находитесь и куда вам надо попасть. Вся информация доступна на домашней страничке Министерства иностранных дел mfa.gov.lv. Марина.